Добрый день, уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные! В составе Думы Ставропольского края 5-го созыва 49 депутатов. На заседании присутствует 47 депутатов. 51-е заседание Думы является правомочным и объявляется открытым. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, Погучая Валя, великая слава, Твое достояние на всех временах. Славься, Отечество, Радских народов, Союз световой! Река биталая, Бодрость народная, Славься, страна, выкопительство новое! Уважаемые депутаты и приглашенные! Слово предоставляется губернатору Ставропольского края Владимирову Владимиру Владимировичу. Пожалуйста, уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый Юрий Васильевич, уважаемые депутаты, представители федеральных органов власти, средства массовой информации, приглашенные, дорогие главы! В третий раз я обращаюсь к вам в этом формате, с отчетом о тенденциях развития края и направлениях работы исполнительной власти. Каждый год ставят перед нами новые задачи и новые трудности, отворачиваться от которых мы не должны и не будем. Совсем недавно мы вместе встретили 71-ю годовщину Великой Победы. Мы – ее наследники, потомки ветеранов-победителей. Память об этом и равнее на старших – наш внутренний стержень, который не позволит нам сломаться ни под каким давлением. И я уверен, в любой ситуации он поможет нам выставить. Об этом важно помнить сегодня, когда обстановка в мире и условиях нашей работы с каждым годом становится все более жесткой. Глобальные экономические и внешнеполитические вызовы, стоящие перед Россией, повлияли и на наш край. Мы лишились части инвесторов. Объем вложений в экономику Ставрополя средств сократился в прошлом году на 20%. Заметно уменьшились объемы работ строительного комплекса. Валютные колебания и общее состояние экономики привели к сокращению реальных доходов населения. Они упали за прошлый год только по официальным данным на 8%. По сути, это и есть главное выражение проблем, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Чтобы затормозить эти тенденции, на краевом уровне не так много возможностей. Но главное – все в наших руках. Это ежедневный, ежечастный наш совместный труд. Прогнозы оставляют мало места для оптимизма. Явно, что экономическое похолодание пришло к нам надолго. В этих условиях, в первую очередь, следует думать, как удержать край на ногах. Госдолг Ставрополя к началу этого года достигает 35 миллиардов рублей. По уровню долговой нагрузки наш край стоит на 37-м месте в рейтинге субъектов Российской Федерации. Но в какую сторону мы качнемся – зависит от нашей с вами работы. Был откоррективен закон о присвоении звания ветеранов труда Ставрополя. Надо честно сказать, сокращено количество получателей этой льготы. Сотрудники управленческих органов в крае поддержали идею о добровольном отказе от заработной платы. Многие из вас также пошли на это, понимая, что значит не на словах, а на деле быть патриотом своего края в критической ситуации. Здесь я особо хочу поблагодарить вас, уважаемые депутаты, за поддержку и инициативы о сокращении количества депутатов на освобожденной основе до 18 человек. Есть еще целый ряд примеров непопулярных, действительно непопулярных решений. За них можно и нужно критиковать власть. Я, как губернатор, беру на себя ответственность за них и чувствую вину перед земляками. Если кто-то считает, что это очень просто принимается, поверьте мне, это все веление и попытка удержать ситуацию хотя бы на том тяжелом уровне, который мы сегодня достигли. Собственной работой, сложными и непростыми решениями мы сможем защитить край и всех ставропольцев в сегодняшнее штормовое время. При этом нам не обойтись без весомой помощи федерального бюджета. Объем безвозмездных поступлений из него в край составил в прошлом году 29 миллиардов рублей. Это примерно одна треть наших расходов. Такое соотношение – пример того, насколько важен для региона каждый рубль, который приходит из федеральной казны. И как значим человек, который этот рубль приводит на Ставрополье. Так, еще раз напоминаю, своим заместителям, членам правительством, руководителям краевых органов власти привлечение федеральных средств – безусловный приоритет для каждого из вас. Как и персональная ответственность за их эффективное и своевременное использование в сегодняшних условиях не сделать дело при наличии живых денег – практически саботаж. На привлечение ресурсов из центра должны работать все. К сожалению, не могу сказать, что увидел стопроцентную отдачу, в том числе в этом направлении, от наших представителей в обеих палатах федерального собрания, федерального парламента. За примерами не надо далеко ходить. Тот же насотказ от зарплат в этом году был вызван возвратом крупным плательщикам средств по налогу на прибыль, который был уплачен, вдумайтесь, в 2013 году. Настоящая временная бомба для края. Я считаю эту ситуацию неприемлемой и рассчитываю, чтобы во взаимодействии с краевыми депутатами в будущем с АЗМИ, федерально думая, мы можем добиться пересмотра правил, чтобы исключить повторение таких финансовых аварий. И это не одна финансовая авария. Они каждый день происходят. В мае опять приняли указ, забрали у нас с дорожного фонда 400 миллионов. И это постоянно. И припрытие за партийной принадлежностью недопустимо. Мы все жители своего края и все лоббируем интересы своего края. Когда-то Архимед сказал, дайте мне точку опору, и я сдвину землю. У нас с вами есть опора, которая позволит минимизировать и повернуть вспять отрицательные тенденции. В первую очередь я говорю о секторе реальной экономики. Это опора аграрный сектор и промышленность края. За январь-май этого года в Ставрополье зафиксирован рост промышленного производства. На 10%. Напомню, по итогам прошлого года мы выросли на 7%. Причем в основном за счет обрабатывающей отрасли. В сельском хозяйстве показатель увеличился на 7%. В итоге прошлого года, если вы помните, 3% рост. Вырос коммерческий автотранспортный грузооборот и оборот оптовой торговли. Даже на фоне общего инвестиционного спада производство продолжает притягивать финансовые средства. В прошлом году по 9 направлениям экономической деятельности в крае увеличился объем вложения. Такие данные говорят о том, что у нас есть почва под ногами. Уверенность селяет и работа наших партнеров. Так, в 2016 году в Невиномыске будет завершена вторая очередь строительства завода по производству вентиляционного оборудования «Сантьюг». Компания «Ставсталь» достроит вторую очередь сталеплавильного цеха мощностью 500 тысяч тонн в год. Ставролен в Буденовске завершит реконструкцию комплекса по переработке газового сырья. Ставропольавто направит до 7,5 миллиардов рублей на строительство и завершение завода-автозавода под Ставрополем. Работа на сегодняшний день выполнена на 65%. В этом году планируется начать строительство Бекешевской и Ставропольской гидроэлектростанции. Общей стоимостью чуть более 1 миллиарда рублей. Еврохим до 2020 года намерен вложить около 70 миллиардов рублей в завершение реконструкции Невиномыского азота. Это лишь несколько проектов, но каждый из них – это будущая точка роста. Рабочие места, зарплаты и налоги. Поддерживая эти инициативы, продвигая их, мы сможем добиться того, чтобы заморозки в экономике отступали быстрее. Каждый инвестпроект – это прежде всего конкретная территория, муниципалитет, орган местного самоуправления. Я прошу об этом не забывать, глав территории. Держите на личном контроле каждый инвестиционный проект. У Ставрополя есть несколько китов, на которых стоит благополучие края. Сельское хозяйство – главный из них. Благодарю сельских тружеников за абсолютный рекорд, достигнутый в прошлом году. Впервые наш край произвел 9 миллионов тонн зерна – около 9% всего российского урожая. Только благодаря крестьянским рукам и любви к своей земле Ставрополь действительно жительница России. Еще раз спасибо вам, уважаемые земляки. В 2016 году объем господдержки сельского хозяйства на Ставрополье составит около 6 миллиардов рублей. Немалая сумма. И я ожидаю, что она будет реально работать на глубокие и структурные перемены в отрасли. За последние два года мы смогли совершить настоящий прорыв в производстве тепличных овощей, в ряде других видов продукции. Отмечу, что продуктовый эмбарго подтолкнуло не только производителей сырья, но и переработчиков. Объем выпуска продуктов, питания в крае за прошлый год увеличился на 20%. Тенденция первого квартала этого года – еще 24% увеличение. Тем не менее, по таким направлениям, как разведение крупного рогатого скота, молоко, садоводство, виноградарство, динамика остается низкой. Это от 2 до 7% в год рост. Минсельхоз должен работать мерой для обеспечения опережающего роста в производстве продукции, по которой край все еще отстает от норм продовольственной безопасности. Двигаться к этой цели следует несколькими направлениями. Мы должны решать не только узкоспециальные задачи, но и те, что повлияют на самочувствие отрасли в целом. Одна из них – защита от града. С каждым годом эта проблема становится все острее. Раз за разом мы восстанавливаем выбитые посевы, меняем крыши, спорим со страховыми компаниями, или, как в этом году, ремонтируем автомобили. Но что мы делаем, чтобы решить проблему? Анализ показал, что за последние десятилетия изменилась природа градовых процессов. Они происходят там, где еще 10-20 лет ни о каком граде, тем более крупном, не могло быть и речи. Сама наша система противоградовая защита не соответствует требованиям сегодняшнего дня. И мы не можем противопоставить атмосферным фронтам сплошной ответный фронт защиты. Добиться этого – вот наш стратегический приоритет. Развернуть полноценный, обеспеченный ресурсами противоградовый комплекс края. Это задача, которая немалого стоит. Убежден, надо объединить все усилия краевых, федеральных органов власти. И агробизнес тоже не должен оставаться в стороне. Необходимо найти возможности для привлечения вне бюджетных средств. Как первый шаг – включить в пункты по противоградовой защите в договоры аренды краевых и муниципальных земель. Сельхоз назначения. Тот, кто получает прибыль от земли, должен быть заинтересован в ее сохранности. Тяжелая системная проблема перезаключения договоров аренды земельных паев. Тема уже вызвала в крае серьезную общественную дискуссию. Я рассчитываю, что депутатский корпус примет взвешенное решение по поводу законопроекта, регулирующего этот вопрос. Мы не должны лишать людей возможности распоряжаться своим имуществом. Но мы должны защитить их от посягательств на него со стороны жуликов и нечистоплотных дельцов. Не поставив под угрозу сельхозпредприятия и фермерские хозяйства, которые помогают развитию села. Ожидаю, что в Думе отнесутся к этому вопросу предельно внимательно. Закон должен учитывать интересы всех и серьезного агробизнеса, и собственников прав. И в этом диалоге я полностью на вашей стороне. Еще одна тема. Еще одна тема, вызвавшая острое обсуждение. Объединение муниципальных территорий в городские округа. Минеральные воды, Нефтекумский и Патовские районы уже выбрали для себя этот путь, как и сотни муниципалитетов по всей стране. Я поддерживаю их решение. Это курс, который ведет к сокращению числа чиновников и управленческого плеча. Он повышает эффективность местной власти. Да, сегодня раздаются голоса и против таких действий. Это нормально. Однако, надо выяснить причину такого протеста. Порой ситуацию раскачивают сегодняшние местные руководители, которые привыкли бесконтрольно распоряжаться землей, ресурсами и своими чиновничьими аппаратами. Вместе с промышленностью и сельским хозяйством традиционной опорой края является курортно-рекреационная сфера. Прошлый год стал знаковым для региона Кавказских минеральных вод. Благодаря поддержке федерального центра были созданы планы развития города-курорта Кисловодска. Хотел бы лично поблагодарить председателя Совета Федерации Валентину Ивановну Матвиенко, которая на федеральном уровне является одним из самых активных лоббистов развития Кавказских минеральных вод. Валентина Ивановна проявляет исключительную настойчивость в продвижении интересов курортного региона. Да и что таить высокую требовательность краевым властям и руководству городов-курортов. Уверен, что совместно мы сумеем достичь реальных результатов по развитию региона Кавминвод, выраженных в первую очередь в кардинальном улучшении его курортной и инженерной инфраструктуры. Мы не выступаем против смены собственника, но мы категорически против возможного перепрофильмирования помещений под торговые или иные коммерческие проекты и, конечно, против сокращения коллективов. В связи с этим хотел бы обратить внимание руководителей городов-курортов на опыт краевой столицы. Ставрополь за последние годы прилагает значительные усилия по сохранению значимых для своей экономики территорий от посягательств алчных застройщиков. Как удалось сохранить промышленное назначение площади бывшего завода автоприцепов. Сегодня, благодаря нашей совместной работе, на его месте растут не очередные многоэтажки, а новый индустриальный парк. Точно так же удалось отстоять территорию завода Аптрон. Его производство сохранено на прежнем месте. Вместе с тем, высшая цель и смысл работы власти не экономика, а человек. На протяжении уже нескольких лет наш край сохраняет естественный прирост населения. В прошлом году он составил 3744 человека, увеличился по сравнению с 2014 годом на 6%. По уровню этой динамики Ставрополь занялось 17 место среди регионов Российской Федерации. За прошлый год Ставропольцев стало на 2000 больше. По расчетам, сохранение этой демографической динамики позволит населению края в ближайшие два года вырасти еще на 5000 человек. Задача краевой власти – обеспечить условия для того, чтобы этот прогноз оправдался. В первую очередь, через поддержку института семьи, материнства и детства. В прошлом году краевой бюджет направил на мероприятия, адресованные семьям с детьми, 4,6 миллиарда рублей на 19% больше, чем годом ранее. Число многодетных семей за прошлый год выросло на Ставрополе на 9% и превысило 30 тысяч. Однако, этот позитив, который мы видим сегодня в демографии, это не только аванс развития края, но вместе с тем показатель высокой меры нашей ответственности. Краевое правительство будет делать все, чтобы каждый наш земляк, появившийся на свет в достойных условиях, рос, воспитывался, обучался и получал хорошие жизненные навыки. В немалой степени это зависит от качества здравоохранения. В прошлом году ему была адресована почти пятая часть краевого бюджета. Но естественный результат измеряется не в потраченных деньгах, а в том, насколько нам удалось сделать краевую медицину лучше. Особого внимания заслуживает развитие учреждений здравоохранения в селах. Для решения этой задачи в прошлом году впервые была запущена собственная краевая программа ремонта учреждений здравоохранения. Несмотря на напряженный бюджет, мы должны ее сохранить. Медицинская статистика показывает, что среднеожидаемая продолжительность жизни при рождении в Ставропольском крае сегодня почти на два года опережает среднероссийские показатели. В прошлом году она составила 73,4 года. Наш край занимает по этой динамике девятое место в России. Но это не означает, что в отрасли нет проблем. К примеру, сегодня на первый план выходит вопрос доступности лекарств. Я рассматриваю государственную аптечную сеть как фактор стабилизации лекарственного рынка. К сожалению, далеко не везде она сохранена. И печально вдвойне, что речь течет не только о небольших поселениях, но и о таких крупных городах, как, например, Кисловодск. Это весной, в период ажиотажного спроса на противогриппозные препараты, цены в некоторых аптеках города-курорта были в несколько раз выше, чем цены в государственных аптеках в Ставрополье. Я сам в этом убедился в ходе рабочей поездки. Мы должны дать ответ бессовестным спекулянтам и защитить здоровье и кошельки людей. Я требую от Краевого Минздрава разработать норматив обеспеченности государственными аптеками и добиться того, чтобы государственная аптечная сеть в подавляющем большинстве территории края могла сбалансировать ценовой климат, могла дать людям разумную и доступную альтернативу. Это лишь отдельный эпизод. А в целом, качество и доступность медицинской помощи в крае сегодня вызывают массу справедливых нареканий. Предстоит большая работа по их устранению. Но я уверен, что нам удастся добиться результатов. И это касается всех отраслей. Там, где есть хронические проблемы и лежачие камни. Мы рано или поздно находим решение, в том числе через управленческие преобразования. Мое искреннее убеждение в том, что только живая и динамичная структура управления краем способна эффективно действовать. Задачи профильных органов власти меняются. Они сами проходят определенные ступени своего развития и эволюционируют. Причем не всегда в лучшую сторону. Иногда помочь могут только радикальные меры. Как, например, мне пришлось поступить с Министерством строительства Ставропольского края, сотрудники которого в действовавшем формате оказались абсолютно не способны решать поставленные перед ними задачи. Так же недавно из Министерства экономического развития был выделен самостоятельный комитет по госзагазу. И это далеко не последнее преобразование, которое ожидает исполнительную власть края. Возможность заботиться о своем здоровье, о себе, думать о собственном будущем для каждого напрямую связана с уровнем дохода. Стабильность работы, эффективность механизма социальной защиты. С этой точки зрения минувший год по объективным причинам стал настоящим вызовом для края. Глобальные финансовые и экономические условия привели к тому, что, как и в кризисе 2008-2009 годов, реальные доходы граждан существенно снизились. Замедлить и переломить эту тенденцию – многосоставная задача. И в наших руках несколько инструментов, среди которых бюджет и регулирование сферы занятости. В прошлом году более 1,2 млрд рублей из краевой казны были направлены на повышение зарплат работникам социальной сферы. В крае в целом удалось достичь стабильности на рынке труда. Однако проблемной сегодня остается не только безработица в чистом виде, но и неформальная занятость. Она питает теневую экономику, нагружает расходные социальные статьи и не приносит ни копейки в бюджет. Мы противодействуем ей, и это также приносит свои плоды. В прошлом году на свет были выведены более 85 тысяч человек. По этому показателю Роструд отметил наш край в числе четырех наиболее эффективных российских регионов. Нацеливаю краевое правительство сохранить усилия на этом направлении и в 2016 году. Необходимо вывести из тени еще по крайней мере 67 тысяч неформально занятых граждан. Такой фронт работы определяется проведенными нами мониторингом. Не случайно отметил сейчас социальные расходы краевого бюджета. Мы, меры соцподдержки, весят в нем больше, чем расходы на медицину. В прошлом году они составили около 20 миллиардов рублей, увеличившись на 4,5%. Различными формами соцобслуживания охвачены почти десятая часть населения края. Почти треть ставропольцев получает 76 различных видов выплат, пособий и компенсаций. Безусловно, ключевым адресатом этой работы являются пожилые люди, ветераны, которые в буквальном смысле создавали наш край, защищали его, ставили наше поколение на ноги. К сожалению, не всегда они могут получить необходимый уход от своих детей и родных. Это болезнь нашего времени, болезнь нашей совести. Помочь в этой ситуации – вот задача для государства, общественных институтов. Емкость сети стационарного учреждения соцобслуживания в крае насчитывает более 4 тысяч мест. Это большой комплекс, однако проблему очередности ему пока не удалось решить. В прошлом году у нас составило 29 человек. Немного, но этим людям нужна помощь сейчас, а не завтра. Ставлю задачу социальному блоку краевого правительства полностью устранить эту очередность до конца текущего года. Предостерегая от исключительно механического подхода к этой работе, втискиванием новых палат в старые учреждения или новых коек в старые палаты – это тупиковый путь. Мы должны диверсифицировать отрасль, полнее вовлекать в работу негосударственные учреждения. Для этого поручаю в текущем году включить в реестр поставщиков социальных услуг не менее 20 негосударственных организаций соцобслуживания. Также система поддержки должна быть более многосторонней и гибкой, стать ближе к людям и их проблемам. Нацеливают до конца года внедрить в работу социальных госучреждений не менее 40 новых форм социальной работы с пожилыми, инвалидами и другими нуждающимися в поддержке категории граждан. Пример ветеранов поколения Победы – жизненный ориентир для каждого из нас. И это важнейший элемент системы образования в крае. За последний период особые усилия в ее развитии мы связывали с расширением возможностей дошкольного обучения, чтобы в 2016 году устранить очередность детсады для малышей от 3 до 7 лет. Мы строили новые детские сады, приобретали здания для них, проводили реконструкции и переоборудование существующих учреждений. Еще в этом году мы введем 6 новых детских садов в крае. В прошлом году выросла и сеть учреждений общего образования. В крае открылись 3 новых объекта – школы и школьные корпуса в Курском, Предгорном районах, а также в городе Ставрополь. К сентябрю этого года первые звонки прозвучат для учеников новой школы в нашем краевом центре. При этом я считаю, что строительство школ – не самоцель. Задача образования – дать качественные знания, а задача руководства отрасли – постоянно держать руку на пульсе этого процесса. Поручаю Минобразование края проводить ежегодный подробный отчет по итогам каждой кампании единого государственного экзамена в крае с анализом динамики успеваемости, причинах ее изменения и предложениями по улучшению. Безусловно, мы должны также обеспечивать для ребенка возможность раскрывать свои способности и таланты. И эта работа не должна прекращаться даже во время каникул. Поручаю в этом году на базе учреждения соцобслуживания открыть не менее 16 лагерей с дневным пребыванием, 5 горных палаточных лагерей, которые могут охватить не менее 11 тысяч наших детей. Необходимо организовать различные другие формы занятости детей и подростков в летний период. Напомню, 2016 год по моей инициативе объявлен в крае годом развития кадрового потенциала. Сфера образования, как говорится, по призванию является одним из основных участников этого мероприятия. Отрасль должна готовить специалистов, которые будут востребованы в экономикой, которые могут найти себе работу в реальном секторе экономики с хорошей зарплатой, а не на свободной кассе гастронома или фастфуда. В прошлом году я поставил перед правительством края задачу связать вместе реальные потребности экономики с возможностью сферы образования. В рамках его выполнения уже создано более 600 новых учебных мест по специальностям в сферах промышленного производства, транспорта, строительства, сельского хозяйства, сервиса и туризма. При этом были учтены прогнозируемые потребности рынка труда и заявки работодателей. Всего на базе краевых ресурсных центров и прикладных центров в прошлом году прошли подготовку и переподготовку более 5 тысяч человек. 2016 год – это не только год работы с кадровым потенциалом, это также год российского кино, который прийдет в акту у года литературы. Последовательное, внимательное отношение на федеральном уровне к культурной сфере является сигналом, который важно услышать и на Ставрополье. В прошлом году появились новые культурные центры в изобильном районе, дом культуры в станице Суворовской, предгорного района. Были отремонтированы 19 государственных и муниципальных учреждений культуры. Хоть времена и тяжелые, необходимо сохранить темп работы. Рассчитываю, что по итогам года мы сможем отремонтировать как минимум еще 9 муниципальных домов культуры. На Ставрополе каждый год проходят массовые, зрелищные, яркие события культурной жизни. Это напоминание о том, что культура – тоже богатство и символ Ставрополя. Она способна приковывать к нам интерес, привлекать людей. И я на целью правительства края подготовить план крупных событий, событийных мероприятий, которые помогут Ставрополю громче заявить о себе. Таким может стать, например, открытие курортного сезона на Кавказских минеральных водах. Пусть это станет ежегодным проектом. И я поручаю до 1 сентября разработать концепцию этого мероприятия. Уверен, что ежегодный праздник молодого вина тоже может стать одним из элементов событийного туризма для Кавказских минеральных вод. О развитии спортивной инфраструктуры. Повышение доступности спортивной инфраструктуры – процесс, который не должен останавливаться ни на минуту. Однако при этом мы не должны забывать о потребностях и возможностях, связанных с профессиональным спортом. Мы начнем строительство пяти таких объектов. В их числе спортивный комплекс Новоалександровский, четырех тренировочных футбольных полей в Кисловодске, Лермонтове, Железноводске и поселке Капелинца. Они будут строиться к Чемпионату мира по футболу 2018 года, но и в дальнейшем станут важной частью спортивной инфраструктуры Кавказских минеральных вод. По общему уровню развития социальной сферы наш край сохраняет 12 место в стране. Но социалка – не единственная составляющая благополучия человека. Его неотъемлемая часть – бытовой комфорт. Это во многом создает жилищно-коммунальное хозяйство. Как и везде, здесь есть проблемы. Это и болезни роста, и застарелые трудности. Руководство комплекса работает над их решением. Ищет новые ресурсы. К сожалению, чаще всего этот ресурс только один – деньги потребителей услуг. Каждый июль большая часть ставропольцев, как и прикидывает, как еще закинуть пояса, чтобы выкрыть немного экономии между коммуналкой и обеспечением насущных нужд. Сегодня реальные доходы граждан ощутимо снижаются. Возможностей для этого у наших земляков немного. Я предлагаю подойти к этой проблеме с другой стороны. Предложить затянуть пояса не людям, а самим коммунальным предприятиям. По крайней мере, на ближайший год-два. Уверен, что есть возможность оптимизировать инвестиционные программы, пересмотреть расходы, повысить рациональность использования ресурсов. Сверхцель одна – обеспечить минимальный рост коммунальных тарифов в крае. Предприятия и отрасли должны помнить, что доходы людей не растут, а расходы увеличиваются. Именно об этом коммунальщики должны думать при расчете тарифов на 2017-2018 годы. Поэтому максимальная величина их роста – это показатели, которые нам доводит федеральный центр. И это только ресурсы – электроэнергия и газ. Повышение всех региональных составляющих тарифов должно быть исключено. Это касается и капитального ремонта многоквартирных домов. Такое поручение даю правительству краю. Есть и другая стратегическая цель – Ставрополье – часть Северного Кавказа. Но по цифрам тарифов на коммунальные ресурсы мы сильно опережаем многих наших соседей. Диспропорция стала возможной вследствие особенностей регулирования на федеральном уровне. И я буду добиваться того, чтобы правила игры стали едиными для всех регионов округа. Чтобы потребители Ставрополя не платили больше, чем люди, живущие в соседних субъектах. Призываю депутатов поддержать меня в этой работе. Не могу обойти внимание проблем, сохраняющихся в строительном комплексе. Наш край в прошлом десятилетии набил болезненные шишки на проблемах обманутых дольщиков. К сожалению, сегодня мы рискуем снова наступить на те же грабли. Проблемных объектов в долевом строительстве становится все больше. Нельзя допустить, чтобы люди, которые доверили застройщикам, пополнили печальный список пострадавших. Считаю, что эффективный путь для этого только один. Реальное уголовное дело, уголовные наказания за долевые махинации. Уже сегодня правительство края инициирует на федеральном уровне вопрос о введении такой ответственности за просрочки ввода и эксплуатацию зданий и другие нарушения со стороны застройщиков. Мы будем идти этим путем, полагая, необходимо отдельно остановиться на вопросах безопасности, которые и в экономической, и в общественных сферах звучат все острее. Мы привыкли к тому, что наш край называет форпостом России. Это его исторический статус. Но сегодняшняя обстановка в мире заставляет относиться к привычным словам по-новому. Обстановка на Украине, на Ближнем Востоке, состояние отношений России и Турции. В этом свете речь идет об общей готовности органов исполнительной власти к эффективным и решительным действиям в случае глобального обострения ситуации. В 2016 году на Северном Кавказе запланировано проведение стратегического командоснабного учения «Кавказ-2016», которую объединит органы и военного, и гражданского управления. В нем примут участие все краевые, государственные и муниципальные структуры, имеющие мобилизационные задания. Одним из важных мероприятий, которые будут выполняться в ходе учений, является организация территориальной обороны. Требуя от руководства всех степеней и рангов с полной ответственностью подготовиться к стратегическому учению, обеспечить высокий уровень взаимодействия с военными комиссариатами и другими нашими партнерами из федеральных ведомств. От нас с вами, нашего профессионализма и готовности выполнить задачи в условиях военного времени зависит многое. Не меньшую активность надо сохранять и в устранении внутренних угроз. В первую очередь коррупционных. Мы убиваем коррупционный вирус и продолжаем это делать. Поэтому я поддерживаю недавние решения в отношении должностных лиц города Невиномыска. Когда появились сомнения о выходе честности, они были уволены еще до возбуждения уголовного дела. Для меня очень ценно, что антикоррупционная работа ведется сегодня уже не по привычной линии органы власти и правоохранительные органы. В нее все полнее включается общественность и в том числе гражданский авангард нашей страны – Общероссийский народный фронт. Представители регионального отделения Роднородного фронта уже включены в коллегии и общественные советы ряда краевых министерств. И это не дежурный вариант включения еще одного общественного движения в существующую систему. Фронтовики зачастую показывают себя неудобными, ершистными партнерами. Но эти качества в итоге помогают решать проблемы Ставрополя, помогают власти прозреть. И как это было, например, с вопросом контроля программы переселения из ветхого аварийного жилья в прошлом году. Он был поднят общественниками после моего прошлого доклада. И это, конечно, в конечном этапе помогло по-настоящему комплексно решить эту проблему. Поэтому за работу в крае я говорю активистам Народного фронта искренне спасибо. Отдельная благодарность за проведение 25 января этого года в городе Ставрополье межрегионального форума Общероссийского народного фронта. Участие в нем принял президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. По итогам этого мероприятия были даны конкретные поручения. Одно из них касается создания детского технопарка на базе Северокавказского федерального университета. В настоящий момент Миноборнауки, правительство края и администрация ВУЗа подготовлена концепция этого проекта. Решается вопрос финансирования. Высокая активность Народного фронта в крае – одно из проявлений растущего самосоздания гражданского общества. Уже сейчас на федеральном портале Российской общественной инициативы с жителями Ставрополя размещены 41 инициатива, 38 из которых федерального уровня. Все больше ставропольцев стремится участвовать в жизни своего края. Этот запрос на обновление нашего общества, и мы готовы на него ответить. Сегодня Ставрополю как никогда необходимо обновление общественных политических элит. Как подчеркнул наш президент Владимир Владимирович Путин, чтобы страна была единой, и чтобы кровь не проливалась, не дай бог, нигде в нашей стране, нужно вливать новую кровь в политическую систему, чтобы приходили в политику свежие, интересные и перспективные люди. Мы готовы и будем обеспечивать условия для этого. Тем более, что в текущем году нас ожидают крупные общественно-политические кампании. Край будет выбирать своих представителей в федеральном парламенте, депутатов Краевой думы, а также представителей органов местного самоуправления крупных городов. Настолько объемных и многоуравнивых выборов не было уже давно. Что же нам отжидать от них? Во-первых, строгого соблюдения законодательства. Никто в Ставропольском крае не имеет никаких преференций. Все кандидаты побеждают или проигрывают только в честной борьбе. Это же касается и политических партий. Во-вторых, прихода во власть ответственных политиков, которые отвечают за свои слова. Обещалкиным в крае у нас не место. В-третьих, появление новых активных общественных и политических лидеров. Искать их, в первую очередь, нужно среди молодежи. Хочу сделать акцент. Если кто-то предполагал, что запущенный нами кадровый проект «Новая энергия» направлен сугубо на формирование кадрового резерва госслужбы, это не так. Мы запустили поиск наиболее активных, подготовленных и целеустремленных людей края. И нацеливаем их не только на работу в органах власти и местного самоуправления, но и на общественном и политическом лидерстве. Предлагаю руководителям краевых отделений парламентских и непарламентских партий обратить внимание на этих молодых людей. Подчеркну еще раз, «Новая энергия» – это выражение основного общественно-политического тренда на обновление политических элит, управленческих команд, депутатских корпусов всех уровней. В этом году также будет сформирован новый состав Общественной палаты Ставрополя. За годы работы она показала себя как действительно действенный механизм гражданского диалога. Стала одной из лучших в стране. Мы будем и дальше способствовать ее эволюции. Членов нового состава палаты, который назначается губернатором, я предлагаю теперь определять с помощью открытого интернет-голосования. Это будет способствовать гласному и объективному продвижению ярких, активных, авторитетных общественных деятелей. Важным вопросом развития гражданского общества на Ставрополе становятся некоммерческие организации. Правительство края поддерживает все здоровые начинания этого сектора. И мы, несомненно, продолжим такую практику. Мы намерены развивать финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. В текущем году на краевой конкурс было получено 46 заявок, что в два раза превышает показатели прошлых лет. Среди наиболее интересных проектов создание электронной книги памяти наших земляков, погибших в Афганистане. Организация в райцентрах проката технических средств для инвалидов. Конкурсная комиссия, которая, теперь к слову, состоит из общественных деятелей, а не из работников госорганов, признала более 20 проектов победителями. Инициативы, связанные с заботой о ветеранах и старшем поколении, патриотическим воспитанием молодежи, борьбой с наркозависимостью, предлагаю поддерживать на долгосрочной основе. В завершении выступления хотел бы напомнить, что мы называем Ставрополье краем золотых сердец. И он действительно таким является. Практически всё, что нас окружает, было создано благодаря любви ставропольцев к своей земле. Благодаря их энергии, неравнодушию и труду. Задача власти – поддержать таких людей в их начинаниях. Их стремление сделать родной край ещё более прекрасным и уютным. Несколько лет назад в ряде территорий Ставрополя мы начали для этого программу бюджетной поддержки местных инициатив. Самых различных – от ремонта детских площадок до строительства мостиков через ручьи. В следующем году она должна быть впервые расширена на весь край. Это означает, что у каждого земляка появится больше возможностей для новых добрых дел. Но пусть больше становится и стимулов проявлять собственную инициативу. Не только за бюджет, но и по зову сердца. Хорошие начинания всегда должны быть услышаны власти и поддержаны ею, хотя бы организационно. Поэтому я предлагаю вынести их в девиз следующего года. Для всего Ставрополя объявить в нашем крае 17-й год годом местных инициатив. Знания, умения, энергия всегда вели ставропольцев к успеху. Опираясь на них, мы всегда будем победителями. А наши дети, как и мы, будут гордиться своими родителями и своим краем. Так было, так есть и так будут. Спасибо вам за внимание. Давайте заработаем. Спасибо. 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 Спасибо.